вы откуда эти не секрет Италия в Казахстане вы из Италии? да бывает а я из Сочи на данный момент но сам из Лас-Вегаса родом или я живу в Лас-Вегасе ну я в Америке 20 лет живу вот просто приехал в Россию enjoy my life ну знаешь как тебе сказать честно говоря я присматриваюсь в городу в России да потому что я понял что надо потихонечку возвращаться вот Америки в Америке все меньше и меньше а России в России все больше и больше ну если вы не были в России в последнее время я вам очень советую в последнее время не был и как-то помните этот мультик был такой ну я не знаю наверное у моего возраста тоже я постарше там попугая Кешу и там кот такой был он говорит это потому что он не знает что такое таити а я вот бывал рядом стоите я знаю что это такое не дай боже вообще звучит только да надо идти вообще плохо да вообще ужасно там же съедят тебя особенно черные и так дальше там что ну что вот это то что вот мы потихонечку как бы видите вы даже сами понимаете от чего я устал потому что таити когда когда она когда это самое в Америке началось таити это мне не стало неинтересно прошу прошу давайте на английский перейдем I can do it но я это предпочитаю говорить по-русски так как я все таки в Сочи ааа я понял понял вы не таити я ну в смысле как не таити а какие тут маленькие зарплаты я вот смотрю подожди ну какие маленькие зарплаты ну уборщица 35 тысяч объявления висит вот на доме в котором я сейчас живу ну вот я читал данные Росстата мне публиковали данные за 2020 год по средней зарплате в России средняя получилась 500 с чем-то долларов ну в переводе на доллар ну что в Украине в Украине 500 ну я с вами во-первых не соглашусь просто потому что это не со мной это не со мной это спрос это не со мной ну второе а минималка минимальная заработная плата уже даже не что случилось я даже не могу понять может это просто в Сочи ну и что ну если в Москве конечно на 500 долларов не проживешь но в Подмосковье дожить очень можно а вот на минималку американскую так уже точно не проживешь почему вы про это не говорите людям я же не говорю про Америку да я сам родом из Украины я живу не в Америке а вы можете это сказать как а я вам могу сказать как в Италии например ну понятно может в Италии вы же сами наверняка знаете в зависимости куда заедешь я в Италии если честно говоря ничего не знаю нет социальная составляющая социальная система в Италии она одинаковая ну и что она что ты в Сирии например живешь что ты живешь в городе а в Америке не так например в России не так в Украине не так в России она вообще там не дышит клейку социальной социальной составляющей ну в Америке сейчас вообще социалке почти не стало если на то пошло ну кроме вот этих дебильных выплатов которые они платили по коронавирусу вирусом что в общем-то чухня чухней а если что-то с тобой случится но удачи называется то в россии то еще более-менее нормально здесь хотя бы можно вызвать скорую помощь я буду загибаться но скорую помощь не вызвали понимаете в Украине точно так же вы можете вызвать скорую помощь Виталий вы можете вызвать скорую помощь мало того Виталий представляете вот я знаю одного американца я с ним познакомился он приехал сюда и остался здесь жить почему потому что у него там была проблема по офтальмологии по глазам по глазам у него была проблема ему там не делали операции потому что очень дорого он должен был платить а здесь Imm wanna представляете представляешь да, ä конечно представляю в россии не сделают или бесплатно не сделают, что не будет, почему новичка такого нет такого нет такого не будет в россии собирают деньги детям на операции через интернет вы знаете в америке тоже собирают деньги детям на операцию через интернет и через телевизор. Покажите мне хотя бы одну ссылку. Да хера. Вот лично знаю. Да фига. Вот зайдите на любой канал. Зайдите на любой канал, так оно будет. А что, вы не верите мне? Конечно, что вы мне не верите. Вы же показать можете, так же, как вы и стоите. Но я не заготавливал вам, естественно, если я зайду. Дайте я скажу. Вы не заходите на CNN или еще что-нибудь, каналы. Вы зайдите на местные каналы. То есть местные каналы. Вот вы зайдите, допустим. Зачем мне заходить? Вы увидите то, что я вам не верю? Вы же говорите, что их до хера. Конечно, до хера. Потому что мало того. А что вы со мной одновременно говорите-то? Я же вас не перебивал. Вы вот невоспитанный какой-то украинец. Вы же, вы мне задали вопрос, и я на него отвечаю. А вы начинаете со мной вместе говорить. Да нет, это наоборот все. Конечно, вы просто молодой, невоспитанный украинец. Я так вам просто говорю. Я в своей жизни еще лично знал, допустим, людей, так скажем, деятелей, которые развивали, снимали ролики плачущих детей. Потом еще у них очень модно делать ролики про всяких таких, знаешь, несчастных собак и тому подобное. Да, при этом они делают крышу якобы религиозную. Это особенно, кстати, популярно в таком, знаешь, городе как Сакраменто, где, кстати, очень много украинцев, да? Которые ехали по статусу religion prosecution, как я назвал religion prostitution. Вот там особенно почему-то очень много и популярно вот, так скажем, вот этих вот, так скажем, контор, которые, так скажем, выставляя вот такие всякие ролики, естественно, потом оставляют какой-то маленький процент на какую-то вот эту, так значит, залку. А в основном на них живут и очень круто. Так что это нормально все в Америке поставлено. Эти аферы в Америке поставлены на всю катушку. Поэтому не надо говорить, что это только в России, а там в России только. Ну да, вот так, да. Ну и что? Часть жизни, да. Я не говорю, я не говорю вместе с вами. Нет, спасибо. Сейчас я начну говорить, вы начнете говорить вместе с вами. Нет, конечно, ничего. Так вот, вы не можете отказать ни одной силы. Ни одной. Вы говорите, что их валом, но ни одной не можете отказать. Вы говорите, что зайди, зайди, зайди ты. Что ж я буду? Зайди ты там. Зачем мне опускаться до этого? Зайди ты посмотрю. Ни одной я не видел. Вот здесь у нас я не видел ни одной. У нас помогает это государство. Это все делает государство. Такого нет, понимаете? А вот я сейчас зайду в Facebook, например, российский. Или даже в Украинский. Такая же самая ситуация. Ни в школе. И там будут добирать детям. Понимаете? А вы говорите, в начале разговора вы сказали, что в России становится лучше. И лучше, да. Вот я просто как человек, который приехал из Америки, вот сейчас смотрю, я просто офигеваю, насколько здесь лучше, лучше и лучше. Ну, по сравнению с тем, что вы видели, когда вы уехали. Нет, почему? Я сюда приезжаю, ну, скажи, регулярно. Я не был, конечно, в Сочи. Да, может быть, в Питере не был давно. Да, если я сравниваю Питер с 90-ми годами, потому что я здесь не был с 90-х годов в Питере, но я просто охерел от Питера, насколько там все расстроилось и какая мощь я. О чем вы говорите? Да. И Сочи. Мне некоторые тут говорят, а что ты сравниваешь? Ой, а что ты хочешь сказать, в Сочи типа хуже, чем Майами? А зачем мы их сравнивать? Во-первых, это разный статус городов. Во-вторых, это совсем другое. А если взять одинаковый статус, так же, как и если машины сравнивать, одинакового класса, да, то вы знаете, все очень достойно. Я понимаю, что вам почему-то украинцам это не нравится. Вам не нравится слышать, что правду, что вы в России все достойно. И вам и должны это говорить, понимаете? Вам должны говорить, что в России все херово и херово, иначе же в Украине люди скажут, а какого хрена там становится все лучше и лучше, а в Украине становится все хуже и хуже, понимаешь? Естественно, будет еще один Майдан. Я же это прекрасно понимаю. Ну да. Поэтому вам в это все-таки лежит. Ну, это так. Все? Ну, пожалуйста. Вот, если я сейчас дальше буду идти, после вас, так, это, наверное, каждый, даже не каждый второй, а это, наверное, даже каждый, если человек не из Москвы, или не из Подмосковья, или не из Питера, так, вы не представляете, что они рассказывают. Это капец полный. Это полный. Вчера товарищу, я думал, что он с ним смеется, реально. Может? Так он рассказывал, что он на ежиков ставит ловушки. Я не пьян. Я говорю, ты гонишь? Я говорю, ничего. Как? Ну, там сказал, откуда он. Они еще шапки с них шьют. Далеко. Они шапки с них шьют. Я уже не поверил, конечно, в это, но он же, да, но он видно по человеку, что какой-то... И от них... Вы просто зайдите под Украину, Украина, или там США. Ну, США вам не будет Россию просто показывать. А вот под Украиной зайдите, Россию очень много показывают. И просто вот сделайте вид, что вы из Украины. И спросите, ну, как там вам? Хорошо живете? Какая у вас там зарплата? Вы увидите вообще, что там не то, что говорят по телевизору. Вообще не то. Даже та, даже та минималка 12, которая в России Росстат опубликовал, я здесь массу встречал людей, которые говорят, у меня 11, и откуда 12, я не могу понять. Вы понимаете, вот русские, они думают, что Москва, Питер. Это вообще Россия. Это не так вообще. Там очень много людей живет. Очень много. В Красноярске, это ваши новости, в Красноярске, вот недавно, главврач больницы опубликовал новость, заявил, жаловался, что им приходится делать трепанацию челя по хозяйственной древе. Да, конечно. Верю вам? Да. Конечно. Но это не мне, это не мне. Вы можете это проверить? Конечно, я проверю. У меня друг, кстати, мой лучший друг, один из моих лучших друзей, мне рахеру. И я, когда к нему вот обращался, так скажем, провериться, я охерел. Во-первых, меня тут же отвели и сделали любые снимки, и МРТ и тому подобное, что в Америке в принципе невозможно. Невозможно вот так вот так взять и сделать. Или стоит это будет просто невероятных денег. То есть, если я там тоже заплатил, конечно, чтобы мне сделали быстро, но по пересчету это что-то 40 чем-то долларов. Это знаете, это допустимо любой уборщице сделать. Понимаете? Это самое. То в Америке такая штука стоит в среднем от 3 до 8 тысяч долларов. И этих денег обычно у среднего американца вот так вот в кошельке вообще нет. На счету вообще нет. Они живут от зарплаты от зарплаты. Я сегодня... Подождите, вы меня перебиваете, заметьте, а? Кто кого перебил? Я не задавал вам вопрос, я просто вам говорю константливаю факт, как человек, который... Я просто экономлю время, потому что я знаю, что вы дальше сказали. Нет, я 27 лет прожил в Америке, я знаю, что к чему. Понимаете? Дальше, вы выхватываете какую-то одну маленькую часть про 11 тысяч зарплаты и тому подобное. Вот я говорю, вот висит объявление на доме, в котором я сейчас живу. Уборщица нужна, которая, я так понимаю, моет вот этот вот дом и тому подобное. 35 тысяч рублей зарплата. Если есть какой-то идиот, который по-прежнему живет на 11... Хотя, честно говоря, у меня есть такой друг, у которого пенсия 8 тысяч. При этом, человек выходил стармехом, то есть старшим механиком на, естественно, коммерческих проходах. он получал тысячи и тысячи долларов, то есть там, может быть, десятки тысяч долларов зарплаты в черную. Естественно, к моменту пенсии вот так получилось, что он как бы нигде и не работал официально. Ну вот тебе и 8 тысяч. Чего не так-то? Понимаете? Ну все объяснимо относительно. Но общий уровень, вот я приехал сюда из Америки, я вижу шикарные машины, я вижу везде чистота, я вижу везде люди, как говорится, абсолютно с добрыми лицами. Они себе позволяют, в общем-то, сидеть в нормальных кафе. Хрен куда попадешь. Это что такое? Это они плохо живут, что ли? Дома, которые стоят дороже, чем дома в Америке, это плохо живут? Вы о чем, блядь? Причем тут у всех. Нет, не у всех. Точно так же, как и не все получают 11 тысяч. Но общая картинка, общая картинка достойная. Я, по крайней мере, ходя по Сочи, нигде не видел валяющихся бомжей. Вот нигде. А если вы сейчас откроете, вот возьмите YouTube, вот я гадом буду, я вам, как говорится, штрафные санкции заплачу. Возьмите, наберите. Санта-Моника-Бич, Калифорния, 2021. И посмотрите, сколько там бомжей валяется. Это только на YouTube вы увидите. Я лично через них перешагиваю, если где-то хожу в это самое в центру. В Лас-Вегасе через любой виадук переходишь, они валяются. Это что, не показатель? Это, по-моему, очень даже хороший показатель. Не нравится? Вот у меня... Нет, нет, нет. У меня просто много ответов на ваш вопрос. У меня под окном тоже бомж лежит. Вот он здесь сидит. Второй выходит парковать машины. Я их столько в Украине не видел. Я не видел столько бомжей вообще в жизни своей в одном месте. Хотя это достаточно хороший район. Я не могу понять, почему они здесь. Но... для них есть... Все условия. Он может пойти воинт-Американ, он может пойти в свою мэрию своего района и сказать, у меня не одержит, у меня чувакушит. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Ему дадут все. И живет, и едут. Понимаете? А он не хочет этого делать. Он этого не хочет делать. Не, не. Может быть, сейчас я все ваши вопросы буду отвечать. Я на все ваши вопросы буду. А я вопросы вам еще... Вы сказали. Я вам не задал ни одного вопроса. Утверждение. Да, утверждение. Утверждение. Да, да, да. Вы говорите, что я выхватываю какие-то отдельные вещи. Смотрите. Да. Минимальная зарплата по всей Российской Федерации. Это же не... Как это вообще понять можно? Как это отдельное... Вы здравомыслящий человек? Как это вообще можно понять? Нет, вы из меня переливаете. Не есть какая-то... Не переливаете. Да, да, да. Да, конечно, конечно. Да? Конечно. Что конечно? Вы говорите, что конечно переливаю, да? Или что? Нет, я говорю, как это вообще можно понять? Я вам хочу... У меня есть установленная минимальная зарплата. Ну и что? Очень-очень важная вещь. У вас есть установленная минимальная зарплата. Ну и что? Да, да, да. Она сегодня... Это очень важно. Это очень важно. Минимальная заработная плата она влияет на множество бытов. Ну что? В том числе тем же бомжам и тем же врачам. Понимаете? Ну и что? От этой минимальной зарплаты пляшет уже, например, потребительская корзина и прожить очень минимум. Понимаете? Молодой человек, я понимаю, что вы пытаетесь быть умным. Вы же знаете, я знаю, что вы будете перебивать, вам неудобно. Да нет, вы просто пытаетесь быть умным, а это становится неинтересно. это не отдельно, это по всей России, по всей... Вас как зовут? Это у всех людей так. Молодой человек, у вас как... Ой, у вас... Это минимальная зарплата, которая влияет на все остальные выплаты. Да какая чухня! Господи, боже мой, ну что вы чухню несете? В самой бедной стране Европы меньше, чем в самой бедной стране Европы. Меньше, чем в Украине. Тут, тут, тут... В Молдове даже уже больше, чем в России. Да, 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 да. Понимаете? А от этого дальше все будет. И почему в 20-м году у вас стала средняя зарплата, как в Украине практически? Практически один в день на 32 доллара больше. Почему? Вы зачем себе врете? Вот себе зачем вы врете? Он не работает. Понимаете? Вы зачем себе врете, молодой человек? Молодой человек, подождите. То есть, вот эти вот все выплаты, которые... Все, неинтересно. Я перекручаюсь, потому что вы какую-то несете херню. Че несет? Че за умники, бля? Че они там пытаются сказать? Вот так вот еще белые пальцами. Вот и вы. Расшин Музык Radio.